Объединить опыт и молодость. Именно это стало главной темой обсуждения онлайн-встречи активистов Совета ветеранов Бурятии. По их мнению, чтобы молодежь оставалась в республике, необходимо создавать новые рабочие места и возродить институты наставничества. Было бы здорово, если мы вернулись к тем хорошим мероприятиям, когда пожилой человек старшего поколения ведет за собой молодого, а молодой помогает старше. Да, у нас очень хорошо развито волонтерство. Мы знаем это и серебряное волонтерство, и молодое волонтерство. Но тем не менее, вот такой связки, наставничества пока мы не видим. Чтобы связь поколения укрепилась, участники посоветовали возобновить дворовых инструкторов. Это займет как молодежь, так и стариков. Помимо этого, активисты предложили объединить Министерство спорта и Министерство социальной защиты в вопросах досуга пожилых людей. Даже не должен быть там отдельно только дом престарелых или дом инвалидов-ветеранов, а должны быть вот эти клубные мероприятия, которые позволяли бы объединять то старшее поколение, которое когда-то работало на заводах, на фабриках, делало экономику республики. Общественники совета готовы взять под свое крыло подобное объединение. Площадки решили организовать на базе народных штабов, в которые включены муниципальные ТОСы. Благодаря активной позиции ТОСов решилось много важных местных проблем. Нам бы очень хотелось бы, и мы будем сейчас наших председателей совета ветеранов, настраивать наши ветеранские организации, чтобы они активно включились в эту работу и принимали активное участие. Поэтому, когда вы будете выезжать в район, я думаю, что вы уже должны знать, что наши ветераны готовы работать в этих народных штабах. Я думаю, что у тех людей, которые будут объединены в эти народные штабы, а это люди из ТОСов, самые активные, самые гражданско-ориентированные, которые помогают друг другу, помогают родным, помогают близким, помогают односельчанам и так далее. Я думаю, что из этого получится действительно сильное, очень серьезное движение с хорошими проектами. В республике проживают более 200 тысяч пенсионеров, и багаж знаний каждого необходим и полезен для народной программы.